Реализация тех моментов, которые у нас есть, в принципе, практически в каждой игре мы создаем, но не реализуем то, что хотелось. Ну и в обороне. Понятно, что если мы много пропускаем, конечно, здесь есть недоработки. Я не буду перекладываться отдельно на кого-то из игроков, но если мы пропускаем, значит, вся команда действует не в лучшем опыте. Спасибо. Спасибо. Олег. Рудовь у нас до этого забивался пенальц. Посмотрим. Ну, он не так активен был, как хотелось бы, в первую очередь. Центральный нападающий должен, в моем понимании, быть более активным в атаке, предлагать себя, играть в прессинге. Заур, к сожалению, вышел не так, как хотелось бы. Я думаю, конечно, ему стоит задуматься о своей игре. Ну, у вас есть ли Реал, который больше пенсимый урок и более подвижный? Да. Да. Ну, можно сказать, что это так. Собственно, я тебе говорю, что Азиатский номер всегда был такой. Какие компоненты игры «Урала» привели его к такому результату? Или это все-таки, скорее, ваши кусочки? Да нет, почему. Урал достаточно хорошо играл. И видна командная игра. И есть те игроки, которые забивают. Команда вся, по сути, построена очень ровно. И очень хорошо переходит из обороны в атаку, из атаки в оборону. Поэтому, конечно, поздравляю «Урал» с этим результатом. Спасибо. Спасибо. У вас есть физический вопрос. К основной, когда вы не говорили, ваша команда была самовладелом мячом. И когда вы начинали мячом с веслом, в первую вашу форматику, вы тоже, ну, то есть, команда, например, в последние матчи, постоянно команда, ваш стрельник больше карделевым мячом, больше совершает три класса. С чем связано, может быть, вы отводите с этой философией? Да нет, я не отхожу от философии. Все зависит, конечно, в первую очередь от игроков, которые есть в команде, в вторую очередь, конечно, от того, кто на данный момент играет. У нас ряд игроков выпало в основном, и, конечно, мы испытываем определенные проблемы в этом. Визуально смотришь, когда второй, третий раз, уже определенно есть какие-то выводы по игре. А так, мы 2-0 выиграли. В принципе, ну, может, кроме пенальти, еще один момент у нас был в первом тайме неприятный. Так, больше мы не дали им ничего создать. Вот. Во втором тайме чуть-чуть у нас середина немножко проваливалась. Они, где-то, преимущество имели в середине над нами, но не такое большое. Но мы выбегали в контратаку. Во втором тайме мы не дали контратаки, потому что в первом тайме мы много давали контратак сопернику. А у них это главное кредо в игре, именно пространство, когда есть, когда контратак, они достаточно исполнительные, хорошего уровня у них, атакующая группа. Вот. Во втором тайме мы им этого не дали. Поэтому у них так позиционно вроде они владели каким-то небольшим преимуществом. Ну, мы достаточно хорошо в обороне играли и убегали в контратаку. Забили гол. Ну, еще момент имели, чтобы разыграть, довести еще до более крупного счета. Спасибо. Да, пожалуйста. Четвертая строчка, у них на таблице. Я пока это, знаете, на строчку в таблице надо весной смотреть. А сейчас что смотреть? Ну, сейчас пока пятая мы, четвертая, то есть там, завтра как красота сыграет. Ну, обошли Спартак на очко. Нужно дальше двигаться, я думаю, а я вообще не люблю говорить о таблице. О таблице только смотрю, когда в конце сезона. Какое место займем. Ну, какие-то все равно. Не, ну, естественно, это положительные эмоции всегда. Любой выигрыш, любое продвижение вверх, это всегда эмоции. Даже как мы в финал кубка вышли, какие эмоции были. Мы хорошо в кубковой зоне играли. Обыграли и Краснодар, и Рубин обыграли. Конечно, приятно всегда. Не, ну, это естественно. Ну, я считаю, что коллектив подобрался хороший. И исполнители есть, и молодые прибавляют сейчас, и Евсеев, и Бавин, что выглядит, там, Меркулов прибавил тоже. Хотя еще есть моменты, надо, скажем, надо работать на школу лишать. Ну, то есть, сегодня очень сыграл Кириллов. Никита очень здорово. Практически все вырвал вообще. Идеально сыграл. Поэтому, естественно, растут молодежь, естественно, опытные, знаете, у нас как бы опыт и символ молодости. У нас и Балажес опытный, и там Фидлер опытный, и Эрик опытный, и Димитров опытный, и Кулаков опытный. Есть группа, есть группа молодые, но у нас сейчас создалась хорошая, достаточная коллекция. Спасибо. Я уже знаю, да. По вопросу, какой вы сегодня поменяли Балажина, хотя бы вы его в очереди применяете? Ну, мы стали в середине немножко провалы у нас быть. Вот, поэтому вы после Фидлера, хоть он сейчас, может быть, не готов полностью сыграть, потому что он только недавно стал, после травмы вылечился, и только недавно начал тренироваться. Поэтому мы его выпустили, он опытный, и чтобы он соментировал здесь, и, в принципе, то, что мы просили, он и сделал. Ну, мы поменяли, забил Ивсеев, какая разница? Ну, мы поменяли почему, потому что, ну, я уже, он еще пока не готов на 100% подряд игры играть, и напряжение, потому что он травмой, в принципе, с июля месяца он практически дважды травмировался, и, наверное, полтора месяца пропустил. Поэтому, естественно, ему тяжело в втором тайме было, мы поэтому решили поменять. У нас есть схема с игрой Ивсеев и Эри Бигфауфи, поэтому, по меня, ему это дало пользу. И Ивсеев достаточно хорошо, он и забил, еще мог забить, там, создавал, и хорошо вытаскивал мяч, поэтому, я думаю, что мы с заменами угадали.